Прежде чем мы пойдем сегодня дальше в изучении темы цвета и его интерпретации, напомним, мы дошли до рубежа XII-XII века, это очень важные такой даты в истории европейской культуры, точнее даже не даты, а целого периода. Так вот, прежде чем мы приступим к дальнейшему нашему анализу истории цвета, я бы хотел поговорить о методологии, ибо на самом деле метод всегда важнее пактов. В прошлые разы я демонстрировал вам активно метод археологии гуманитарных наук Мишеля Пуко, правда в меньшей степени на примере самого Мишеля Пуко, а в большей степени в такой популярной модели, какой пользуется Мишель Пустуро. Для демонстрации на уроке, конечно же, Пустуро проще, чем Пуко, Пуко нужно серьезно очень разбираться. А сегодня я замахнулся немного-немал на иной метод, которым я тоже пользуюсь, чтобы вы умели его отслеживать. Этот метод совсем сложный, однако, как мне кажется, мне удалось бы сегодня хотя бы наметить его ориентиры за какое-то относительно обозримое время. Это методология Жака Лакана. Собственно, в наши дни без Лакана не обходится ни одно серьезное исследование. Его можно отрицать, его можно восхвалять, его можно модернизировать, развивать в различные направления, но игнорировать его нельзя. То есть, если мы его игнорируем, и у нас нет мотора продуманного ответа, аргументированного, это просто демонстрирует, что мы уже находимся совсем не в том веке. Хочу обратить внимание, что сам Лакан современник 20 века. Он находился в первом году этого столетия. Тем не менее, он заложил фундамент, основание для всех современных. изысканий как в области психоаналитической мысли, так и в наиболее актуальной сейчас области, в области философии языка и знаковых систем. И с эстетикой это будет на самом деле иметь очень плотное соседство. Понятно, что не весь Лакан может нам активно потребоваться в пределах нашего курса. Тем более, что к философии Лакана отдельным ее аспектом я уже неоднократно обращался, это есть в сети, есть в сети, естественно, огромное количество не моих лекций на эту же тему и так далее. Более того, всегда можно обратиться к самим текстам Лакана, которые, правда, изданы на русском, только треть, но все-таки изданы. Что-то почитать можно. Хотя не уверен, что это то чтение, которое воспринять может не просто студент, а то есть есть, так скажем, целые комфорты людей, которые воспринять этот текст не смогут никогда. Не потому, что он сложный, а потому, что он принципиально должен быть. Прям совсем не сложный, чем все тексты, которые вы когда-либо читали. Меня же сегодня будет интересовать лишь один аспект философии Лакана. Это так называемая Лаканова триада. Лакановской триадой пользуются сплошь рядом, уместно и неуместно, понимая и не понимая ее. Более того, может даже сложиться привычное представление о том, что это и есть их целимое учение Лакана. Это не так. Но нам потребуется именно она. Так как к эстетике имеет непосредственное отношение конкретно эта самая триада. Ее можно встретить в философской литературе, в литературе политической, в литературе по социологии, даже в искусствоведческих исследованиях, кстати, очень часто именно в них, и даже в журналистике. То есть это едва ли не основа основ современной философии. Но понимают ее, к сожалению, редко. Я, естественно, не претендую на то, что 29 томов Лакановского семинара я вам смогу пересказать за 20 минут. Это бессмысленно. Лакан, простите за тавтологию, был лаконичен. И в этих своих почти 30 курсах лекций он высказался относительно воображаемого символического и реального регистров предельно ясно никогда не повторялся. Это минимум, который нужно знать об этих вещах. Но так как мы не претендуем на постижение того, что есть воображаемое символическое реальность в полном объеме, а лишь учимся их применять к нашей проблематике, то, в общем-то, того, что я сегодня скажу, надеюсь, для вас в качестве затратки к дальнейшему самостоятельному изысканию будет более чем достаточно. Что же это за триада? Она состоит из трех регистров. Воображаемого регистров, символического и реального. Именно в таком порядке они и разрабатывались самим лаканом просто в течение его жизни. Названия этих регистров на русском языке могут немножко нас смутить. И, скорее всего, из самих наименований вы, в общем-то, мало чего сможете извлечь. Нужно понимать, что закрепляется за этими терминами. Что есть воображаемое? По большому счету, воображаемое – это вообще все, что вы воспринимаете вокруг. То есть это воображаемое регистровое. То есть любые целостные образы. Но прежде всего, естественно, это начинается от образа самого себя, который лакан именовал. А в стадии зеркала появление этого целостного образа, когда ребенок впервые видит свое отражение в зеркале и именно тогда понимает, что он является целостным существом, у которого есть границы, формы, которые неким образом выглядят. Потом этот целостный образ мы начинаем перемещать на все. На других людей, на ситуации, которые мы видим, на книгу, которую вы читаете. То есть речь идет не о том, что вы представляете себе образы персонажа, но сам сюжет книги тоже лежит в области воображаемого. Более того, даже подтекст этого сюжета все равно лежит в области воображаемого. Получается, воображаемое, по большому счету, это все, что вы воспринимаете в нерефлексивном регистре, в нерефлексивной манере. Потому что на самом деле подтекст книги не есть поэтика книги, не есть ее структура. Подтекст это тоже еще один уровень образа целостного. Это уже образы. Поэтому воображаемое, все что угодно. И я бы так сказал, не очень корректно с точки зрения русского языка, но воображаемое это то, что может быть воображаемое. то есть представленным видеть целостного образа. Наиболее понятно. У этого, кстати, есть любопытные причины. Это достаточно сложная, опять же сложная концепция, но совсем по-простому. Так как ребенок впервые видит свой образ в отражении зеркала, до этого он его не видит. то наше восприятие себя смещено во мне. Он видит себя не там, где он есть, а там, где должен быть другой. Оттуда все психологические проблемы в дальнейшем. То есть Абакам начинает как психиатр. Более того, всю свою жизнь он посенцианирует себя психиатром, он профессиональный психиатром. Но он принес колоссальное развитие именно в философию, потому что современная философия, конечно, не может не учитывать психиатрию. Это было бы абсурдно с вами. Поэтому все, что мы видим вокруг, как целостное, во многом условлено тем, что наша точка зрения целостная, она одна изначально. Не значит, что она именно целостная, в смысле целокупна. Но точка, с которой мы видим мир, она одна. Все, что мы видим, в этом мы объединяем неким целостным образом. Следующий регистр, он лежит под покровом воображаемого, это регистр символического. И здесь не нужно думать, что символическое, это какие-то символы. Символическое, воображаемое в русском даже достаточно есть. У них зона, так скажем, пересечения, как сроков говорят. Чего у лакана на самом деле фактически нет. Если есть, то значительно меньше степени. Символическое, переводя это на язык, уже вам знакомый по нашим лекциям, это иерархизированная схема ценностных категорий. Это та сетка координат, которая лежит за теми образами, которые мы видели, как целостные. Более того, это та схема, которая определяет то, почему мы вот эту-то ситуацию, вот здесь ее границы видим, и видим ее как целостную. А она, например, не по-другому. Ну, приведу такой достаточно упрощенный пример. Например, мы считаем, что мы являемся целостными вне зависимости от того, что мы делаем. По паспорту мы, значит мы. Ну, во-первых, понятно, что человек в течение жизни может сильно меняться. Но на самом деле он меняется не просто в течение жизни, он меняется постоянно в зависимости от того, что он делает. И представьте себе, допустим, два человека, которые колят дрова, оба не имеют колоть дрова. Так вот, они в значительно большей степени похожи между собой, чем один из этих людей, когда он колет дрова и когда он не колет дрова. смотря какие критерии мы применяем для сближения и разделения этих людей. Таким образом, если мы будем принимать во внимание аспект того, что мы делаем, некую манифестацию нас в этот момент, то получится, что мы состоим из большого количества наложенных пластов, которые, их целостность выходит далеко за пределы нашей субъектности. Вот это и есть символическое. Это схема, с помощью которой мы на ее основе складываем воображаемые в них и целостные образы. То есть, получается, говоря языком лакана, символический регистр это батарея означающих, где каждый из означающих отсылает субъекта лишь к другому означающему. Приведу наглядный пример. Допустим, богатый и бедный. Само по себе означающее богатый не означает ничего. То есть, не может быть просто богатый. То есть, он может быть в соотношении с бедным. Не может быть, допустим, холодно или тепло. Холодно или тепло, даже если это будет абсолютный ноль. Если будет только абсолютный ноль, то никакого тепла не будет и холодно не будет. Это будет некая зла. сетка. По большому счету, любое из означающих, которыми мы пользуемся, а все, чем мы пользуемся, может быть сведено в батарея означающего, вписано в некую ценностную иерархизированную сетку. Нашей и позже. В другую полу сетка была другой. Например, сам по себе цвет, который мы изучаем, один отдельно взятый цвет не может быть цветом. То есть его просто не существует. Он существует только в некой сетке координат. Для древнего мира это было триада черный-белый-красный. Потом для средней и более, вот мы, докуда мы дошли, это уже шесть цветов, которые еще могут друг на друга накладываться, правда не смешиваться пока, но только накладываться и создавать некие оттенки смысла в линии. Различно. Когда появится Исаак Ньютон, в 70-е годы 17-го века он опубликует свое учение аспекты. И оттуда пойдет схема, принятая сейчас нами, где черный, белый вовсе не являются грамматическими цветами. Это новая схема. И это не значит, что она более правильная или менее правильная. Там правила игры разные. Прин-ци-э. И, то есть за всем, что мы воспринимаем новую невоображаемую, всегда стоит схема. Поэтому для нас это и так важно, потому что для историка культуры, для журналиста, который может освещать проблему не только своего локуса, но и локуса совсем другого, то есть другой территории, нужно понимать, на какой символической решетке вообще там держится все. То есть если мы это пытаемся оценить, исходя из своих критериях, мы допускаем, уже не только можем допустить анагронизм, но мы можем нарушить просто логику в принципе той культуры, которую мы описываем. Вне зависимости от того, она устарела, это древняя культура или эта культура просто другой территории. То есть подлинный анализ это анализ на уровне символического порядка, а не на уровне воображаемого. На уровне воображаемого это не значит, что мы можем избавиться от символического, но это значит, что мы не рефлексируем вообще, что находимся внутри символической сетки. Просто оцениваем, как сейчас только высказалась одна из ваших преподавателей здесь не будут естественно называть кто, о том, что философия должна быть аполитичной. Никакая мысль не может быть аполитичной. Так же, как не может быть никакого оценочного суждения вне вот этой символической схемы. То есть если вы высказываете какую-то мысль и считаете, что она политична, это та мысль, которая согласуется с господствующим режимом. Она его подтверждает. Вот и все. Она не значит, что она его должна опровергать фактом его отрицания. Прямое отрицание это тоже его утверждение. Это то же самое. Это та же самая сетка координат. Реальная политическая мысль, которая может быть силой, когда говорят знание силой, это та мысль, которая основана на иных доминантах, которые могут расшатать нынешние доминанты. Это уже правда не локад, это уже айтюссерианство, но айтюссер тоже крупнейшая фигура и в того же самого времени, что и локад. Они в одно время жили друг друг отлично знают. Айтюсер в этих сетках устанавливают понятие доминанты. Эта доминанта всегда симметрична. То есть она не по типу пирамиды, очень устойчивая, а эта вся система ходуном ходит. И в любой момент, из любых мелких изменений, эта доминанта может смениться на другую. и мы получим в итоге новую сетку культурных координат ценнострах. Что касательно реального. Третий самый сложный наверное уровень. По поводу него очень много глупостей было высказано. Многие считали, что именно к нему нужно прорваться, что воображаемое это первая преграда, символическая третья, вторая преграда, наконец третья, то к чему нужно прорваться и узреть, это и есть реальная, самая ценная. В данном случае наверное может быть Лакан был в чем-то не прав, выбрав именно такое наимимование. Реальное оно всегда котировалось. Но дело в том, что для философии Лакана одним из самых ключевых отрицательных феноменов будет являться такое понятие как истина. То есть для него истина это самое страшное что может быть. Поэтому здесь реальное тоже нужно понимать именно в контексте Лакановской системы а не реальное на самом деле оно самое интересное. Что такое реальное? Лакан описывает реальное как мы не можем увидеть само по себе. Даже новое мемозрение. Это невозможно. Мы можем оценить и увидеть его существование только косвенным образом за счет того, что символическая сетка, символический регистр никогда не совпадает сам с собой при смещении во времени. А это значит, что есть причины, которые заставляют символическое фруктурировать. Вот в чем дело. Мы с вами уже смотрели огромное количество примеров я вам давал на прошлых лекциях, когда то, что сейчас принято таким-то образом, в прошлые века понималось совершенно по-другому. Вот оно смещение символического порядка. Понимаете? Речь шла о значительных временных периодах, поэтому это было прям убьюще наглядно. На самом деле символическое смещается постоянно, даже на незначительном временном интервале. И это позволяет полагать, что за ним стоит нечто третье, которое Лакан именует реальной. Что есть за инстанция эта реальная? Реальная всегда воспринимается лишь в усеченном виде, через фильтр символического. Понятно, что мы организуем наш окружающий мир, применяя к нему свои доминанты восприятия. То есть свой фильтр. Мы не можем воспринять все это нереально, невозможно. почему это невозможно до последнего времени? Если честно, для меня оставалась загадка, я понимал, что это возможно, есть объяснение в виде просто ограничений самой специфики нашего восприятия и так далее. Но для меня не так давно мне пришла кулаку мысль одна метафора, не нужно расценивать это как теорию, это всего лишь метафора, чтобы попытаться вам объяснить уможенный концепт. Да кого? Представьте себе реальный мир не как некую тотальную связанность, из которой мы вычленяем что-то, чтобы распознать посредством доминанта наших восприятий. Например, для греков был не важен синитет, они его не видели, не попадал в доминанту восприятия. Для нас он важен, мы его почему-то видели. Более того, настолько важен, что уже от него избавиться просто. На столе лежит все синее, абсолютно все синее. Ничего не синего, даже у меня телефон это синяя. Все синее. Для нашей культуры это самый господствующий цвет. Согласно статистике порядка 52% интереса именно к синему цвету. Причем результаты статистики даются примерно за 50 последних лет. и эта цифра не меняется. Наша культура это едва ли не господствующие цветы. Даже не черные. Черные для протестантской культуры. А синие в общем для европейской культуры и для американской в целом начинается кофе джинс. Для греков это было неважно. Они его просто игнорировали. Он не попадал в эту сетку координат. Но представьте себе реальное не как некую опять же урус-муду совхеведческий единый мир тотальную связанность. А как наоборот тотальную разгромленность. Все что окружает нас настоящие вещи. Они не связаны между собой вообще никак. И любая попытка их связать найти причинно-следственные отношения. Это наша попытка воспринять этот мир потому что мы его можем воспринять только через символическую схему и только на уровне образа. То есть реальное символическое проображение. Самой по себе вещи быть не может. То есть никак. Потому что само понятие быть имеет отношение только по отношению нашей риквидации этого бытия. Это антропоморбное понятие бытия как договор. поэтому если мыслить реальность повторюсь это метафора но если помыслить реальность именно никак не к целостности с которой мы вычленяем сетку и на ее основе строим образы а наоборот как абсолютная несвязанность которую мы пытаемся этой сеткой хоть как-то связать чтобы в целостность какую-то привести то будет понятно почему реальное это не то к чему нужно стремиться ну его наверное в какой-то степени достигают в пиковой фазе шизобрения когда у них действительно они не могут связать ничего пиковая фаза шизобрения это когда человек уже сидит он ничего сделать не может пошевелиться не может потому что все отдельные детали все отдельные меня но понимаете Лакам говорил о реальном о том чего не надо выпить это как раз то что мешает функционировать той сетке координат которая есть сейчас у нас в культуре и заставляет ее постоянно немного не совпадать с самой собой понятно что за почти миллион лет своего существования развитые геминиды дарили систему символического уникального состояния то есть современная наука достаточно подробно может описывать окружающий нас мир и этим знанием можно пользоваться но это не значит что это знание реально совпадает с этим миром это всего лишь одна из интерпретаций и следующие поколения следующие эпохи будут также высмеивать наши некие представления о реальности как нам допустим странным может казаться о том что до 12 века в радуге никто синий цвет не видел а до 17 века цвета не в том порядке как приводили причем на уровне научных серьезных исследований понимаете вот в чем дело думаю что в дальнейшем я еще неоднократно вернусь к лакану для затравки того что я сказал более чем достаточно но исходя из того что я вам рассказал думаю вам стало ясно что в общем-то я пользуюсь для анализа исторических ситуаций не моделью бустуро бустуро я вообще сомневаюсь что на самом деле есть модель от этого и возникает целый ряд противоречий в его работах на которых я в конце только остановлюсь для вас пока бустуро должна быть фигура которой не нужно ее критиковать фигура эталонная которую нужно читать критиковать ее можно только когда вы не начнете понимать саму его концепцию но стержневой модели если будет у него конечно нет у фукои и лакана они есть а здесь он скорее отталкивается от фактов и сталкивается с уникальным явлением того что факты одни и те же взятые в разные исторические эпохи трактовались в эти эпохи по разному то есть он от единичных случаев приходит к своей системе а они наоборот применяют такую систему то есть идет от воображаемого а не от символического хотя термин символическая история принадлежит ему правда трактуется немножко иначе я бы хотел чтобы вы поняли та история цвета которую я даю она не претендует ни на какую-то полноту ни тем более на именно исторический метод она демонстрирует символическую историю историю смены символических листов историю смены тех культурных сеток-координат которые были в разной эпохе я останавливаюсь только на этих отдельно взятых деталях игнорируя те факты что в каждую конечно эпоху можно найти исключения их сплошь и рядом они есть а в каждую эпоху происходит прогресс я не отрицаю прогресс но прогресс возможен только внутри одной модели как это только модель меняется сами интересы приоритеты меняются например как в философии сейчас навряд ли можно найти какого-то философа которым вы бы очень интересовали вопросы об идее все сместилась эта идея по сути последним наверное таким мастодом Хайдеггер все теперь философия занимается тем что рядом тем что проверить можно тем что нас непосредственно касается идея нас само по себе непосредственно не касается никак а вот речь нас касается очень-очень даже и каждого из нас и было бы иллюзованно представлять что такой колоссальный филомен как речь нам принадлежит скорее мы на нем болтаемся достаточно беспомощно это кстати еще одна мысль на эту тему есть я всегда замечал за собой что когда приходится говорить о вещах пограниченных в современной культурной модели говорить об этом сложно начинаешь оговариваться начинаешь запинаться чувствуешь если ты говоришь нормально то чувствуешь колоссальное противодействие то есть говорить очень сложно и наоборот когда говоришь о том что в общем-то в этой культурной модели накатана в общем-то речь льется как из рога изобилия все складно ладно и так далее понятно что я говорю о примере когда я точно знаю что говорить я хорошо могу если человек не может в принципе хорошо говорить но это не показать что он обязательно напрогу в этой ситуации находится нет но если ты можешь говорить ты знаешь как можешь говорить когда ты говоришь о каких-то вещах очень сложных о тех проблемах которые я допустим ставлю в своем интеллектуальном проекте более слегвез то есть фактически выходящий за пределы дискурса современного я бы сказал что это титанический это физическое сопротивление так вопрос о том что такое язык он может давать сдач очень сильно это то с чем расталкиваются не только те кто словом владеет но художники с большой художники в самом общем понимании этого слова я люблю очень эту цитату из Жили Делеза посвященную художнику Бейкому он говорит о том что когда живописец подходит к холсту этот холст нечистый он не свободен для самовыражения художника этот холст полностью заполнен штампами и стереотипами его и художник проводя линию должен счищать эти штампы если он претендует на творчество то же самое в речи когда вы пользуетесь письменной или устной формы на самом деле сильно разные речи вы лист нечистый он заполнен способами высказывания формулами и самой возможностью постановки вопросов такой какая предполагается в нашу эпоху и выйти за эти пределы зачастую получается только с огромным трудом неудивительно что многие мыслители и в области эстетики и в области философии в общем выражались так скажем не самым корректным образом в общем о методологии у меня в этом все и мы возвращаемся к нашей родной теме к теме истории цвета и возьмем эпоху наверх раньше чем тут докуда мы дошли в прошлый раз то есть не рубеж 12-13 века а канун этого времени так скажем первую половину 13-го если на рубеже 13-го 13-го появляется колоссальное разнообразие цветов новых форм музыкального высказывания и можно смело говорить о том что установилось общество нового типа для которого уже нужны были маркеры не ограниченные тремя цветами древнего мира а больше их разнообразия то всего на век ранее еще идут колоссальные батлы бои между теми кто признает цвет за божественную инстанцию и теми кто отказывает цвету божественного присутствия и имена на самом деле можно перечислять самые эпиковые очень знаковые фигуры я выбрал таких очень известных христианских философов не побоюсь этого слова тогда философия была чем-то весьма специфическим и связана исключительно с религией так и вот шла радикальнейшая борьба очень резкая борьба между священниками почитавшими цвет как свет а в эту эпоху свет считался нематериальным это нужно понимать то есть те кто почитают цвет они считают что цвет это то что является иномирным по отношению материальной реальности это некая зримая манифестация божества другие же священники считают цвет излишеством материей и даже обманом ну например при различном освещении цвет предметов может меняться при том что их форма остается той же самой таким образом эти священники считают что цвет является частью материи более того если он изменяется если он обманывает наше зрение то естественно в эту эпоху это понимается как дьявольское начало то есть меняется только дьявольское а смешение от дьявола богом раз и навсегда установлены некие незыблемые законы мира и то что меняется в общем-то божественно быть не может за цвет выступает очень известная тюгура это аббат сэндоним аббат сугерий на самом деле очень много других я просто самые известные фигуры называю против цвета возможно еще более известная фигура это бернат клервозский соответственно аббат монастыря в индустрии они по годам жизни примерно со временники сугерий всего на 10 лет старше годы смерти и вовсе почти рождественные два года разницы они современники в одну и ту же эпоху живут понятно что битва за цвет и против цвета была не в том месте не сама по себе речь сошла о значительно более серьезных вещах по большому счету иконоговчестве и иконопочитателя но цвет активнейшим образом обсуждается и нас интересует естественно прежде всего цвет победа оказалась за почитателями цвета причем победа достаточно триумфальная цвет загребляется в католической службе я вам читал фрагменты из текста Иннокентия третьего где цвета уже привязываются к определенным религиозным праздникам цвет загребляется в канонии католической нессы однако спустя всего несколько столетий в шестнадцатом веке когда запустится механизм распространения протестантизма от цвета попытаются избавиться мощи и вот эти баттлы цветопочитания и цветоборчества они конечно возродятся протестанты будут против любого цвета в церкви особенно против ярких и на самом деле это для культуры скажется весьма и весьма печальным образом то есть будучи христианами протестанты будут разбивать витражи соборов будут заграшивать великие фрески брифы статуи даже либо просто убирать либо скалывать с собора то есть в соборе не должно быть ничего не должно быть цветов не должно быть образов единственное что там может присутствовать это распятие все ничего другого там быть не может в одежде протестантов также будут доминировать очень такие как у них называлось достойные цвета достаточно обратиться к портретному искусству художника протестанта и вы увидите насколько отличается портрет протестантский от портрета католического на эту тему на самом деле не ленились высказываться самые длинные вожди протестантизма какие цвета были популярны протестантизм прежде всего черный серый и белый ну для праздника отчасти коричневый который фактически с черным отождествляется а также любопыт темно-синий и фиолетовый это единственные в нашем измерениях романтические цвета которые попадают в протестантизм и таким образом вот эта модель способствовала тому что синий цвет не канул не бытие а наоборот он активно начинает распространяться и возможно не случайно сейчас мы имеем вот такое количество то есть синий цвет это по сути единственный цвет который из храматических цветов считается протестантизм достойным благородным цветом это цвет подчеркивающий добродетель человека но естественно не явно синий темно-синий цвет а фиолетовый это опять же как заменитель черного то есть его даже не нужно как отдельный цвет рассматривать то есть цвет там только один синий так как сейчас в общем-то наверное не нуждается в доказательстве то что именно протестантская культура ее представители создали современное нам капиталистическое общество то особенно на первых порах это было заметно что вся массовая продукция которая начинает производиться в начале 20 века зачастую на деньги этих самых протестантов то она выходит именно вот в этих цветах несмотря на то что в это время химики могли предоставить всевозможные красители они были яркие они были уже безопасны однако выходят товары белые черные и редко синий синий достоинец по стуру приходит пример наряпо самый такой показатель самый известный показатель один из людей которые способствовали запуску конвейерного производства впервые это Генри Форд его деньги создавалось он выпускает свои автомобили тогда когда в общем-то краска была уже почти любая однако именно Форду приписывается фраза о том что автомобиль может быть любого черного цвета вот она позиция протестантизма иначе это неприлично иначе это то что может отпугнуть достойную клиентуру от покупки этого автора и он в общем-то сдерживал вот эту цветовую политику настолько насколько мог а когда этого сдерживать уже было невозможно в общем-то по крайней мере контролировал чтобы там не появилось ярких оттенков оттенков более того можно даже говорить о том что протестантизме сложилась своя колористика в живописи то есть можно говорить о том что художники принадлежащие одной эпохе но являющиеся повересповедованием протестантами или католиками будут пользоваться различной цветовой шкалой вот я выбрал такой пример так как вы видите подавно почти одно и то же время в одном случае это Паула Гаронезе брат Карни Гавилейской и там и там мы наблюдаем с вами многофигурные картины но в одном случае колоссальное количество цветов красок если вы посмотрите ее не на проекторе а у себя на планшетах то вы увидите какое там изобилие цветов то есть цветов там очень очень много просто глаза рябить начинает в глазах от изобилия этих цветов потому что естественно сама по себе картина огромная ее нужно вживую смотреть на таком маленьком изображении она кажется даже излишне цветастой что касается Лукаса Грамаха картина создана чуть-чуть раньше но в общем-то к одной эпохе относящейся смотрите на цветовую раму цветов очень-очень мало здесь могло быть колоссальное изобилие цветов но автор ограничивается применением всего несколько тонов приближая свою картину скорее к гравюре чем к торжеству крас в гранах Лукас гранах ставший естественно он был близок к лютеру непосредственно здесь нужно сказать об одном но дело в том что не нужно считать чтобы эти станты вовсе не приемлили цвет в их среде отношение к цвету было весьма весьма специфично то есть цвет не принимался кроме достойных цветов только в случае краски то есть в случае рукотворных цветов тех цветов которые изготовил сам человек что же касалось цветов природы мира то есть цветов созданных богом они принимались в полном объеме поэтому когда речь идет о живописи протестантской именно где изображается природа там цветов может быть очень много эти картины могут быть яркими но такие картины ценились достаточно низко потому что они не ставят перед зрителем серьезные библейские темы не принимают есть некое такое искусство которое создано для отдыха глаз естественно разумный режим труда и отдыха тоже идет оттуда из протестантизма не случайно на нем именно капиталистическое общество будет создано разумная экономия и так далее так что если вы обратитесь к пейзажной живописи протестантской то вы увидите там забелец но если обратитесь особенно к портретному искусству то обратите внимание в каких костюмах создаются портреты в протестантизме и какие костюмы изображают у своих моделей художники католики а если верить пустуру то именно одежда является основным маркером иерархической роли цвета в культуре там иногда на этих портретах даже сложно отличить вообще какой из оттенков темного представлен то есть это темно-коричневый или темно-фиолетовый или просто черный или может быть это от свечей они все вместе отливают очень сложно найти этому какое-то так скажем точное описание подчас бывает и таким образом мы с вами добрались до следующей важнейшей эпохи и того у нас был период 12-13 века слом 12-13 века который произошел не только в живописи в музыкальной культуре в литературе во всем сменилось само общество для него потребовалось и боль искусства следующий такой слом происходит в 17 веке ну если опять же опираться на искусство музыки то на рубеже 16-17 века что происходит в это время ну этому можно всегда найти некие предпосылки открытия конца 15-го века колумба последующее открытие того что мы не в центре вселенной находимся что наша земля вращается вокруг солнца но на самом деле повторюсь что у смены парадигма как правило не может быть предпосылки как таковой почему она меняется мы сказать не можем мы можем констатировать факт что она сменилась по крайней мере если мы пользуемся методологией фуко так и вот что происходит в 17 веке в общем-то складывается тот вид искусства по крайней мере в музыке который вы наблюдаете в том числе по сей день по крайней мере его остаточное явление музыка призвана теперь выражать чувства до этого она которую не выполняла то есть лучшие мессы написанные до 17 века вы никогда не сможете узнать или мать это тем более никогда не сможете узнать по содержанию это допустим нечто очень скорбное или наоборот очень любующее музыка посвященная распятию и музыка посвященная Рождеству будет выдержана примерно одинаковые модели сказания она важна в ней некое совершенство формы и это совершенство формы сохраняется вне зависимости от того какому сюжету она посвящена с 18 века все меняется появляется новый принципиальный жанр жанр оперы и естественно там уже ставится в углу угла экспресс в музыке мы теперь обращаем внимание не на символический порядок а на образ на нашу эмоцию которую вызывает у нас эта музыка а не на то совершенство которое сопоставлялось ранее совершенствование раздания в понимании цвета 17 век тоже приносит очень и очень много нового и конечно же основной типовой здесь является Сэр Исаак Ньютон в 80-е в 80-е годы он вводит в обиход понятие спектр которое ему удалось заполучить посредством расщепления света призмой что это нам дало а это перестроило все многовековое понимание цвета первое самое важное черный и белый оказались нехроматическими цветами то есть черный и белый это не цветами их нет в спектре до этого они всегда спектр присутствуют помните я вам показывал спектр Аристотеля или приписывали Аристотелю спектр там черный и белый на листах на своих они есть это тоже ароматические цвета здесь их нет следующее цвет оказался светом а это очень важно для религиозного понимания цвета в данном случае оказалось что те священники которые выступали со своей хромофильской позицией священники цветопочитатели оказались правы с наручной точки зрения цвет это действительно свет в эту же эпоху происходит еще одно уникальное событие определяющее нашу культуру по сей день это философия Рене Декарта по большому счету картезианский субъект это та субъектность которая нам дана по сей день до картезия до Декарта субъектность судя по всему строилась на каких-то основаниях то есть это не значит что он ее ввел я крайне сомневаюсь что философский вброс вот этой новой субъектности именно принадлежит Декарту а не впервые им констатироваться если кому-то это интересно тема ультрасложная но очень важная потому что актуально как никогда именно сейчас и вам может показаться это достаточно странным но я вижу воплощение картезианской модели наиболее наглядное сейчас как раз на современных соцсетях то чего картези не мог никаким образом еще предполагать я очень подробно разбирал как это одно с другим соотносится в лекции которая называется возвышенная и прекрасная которую я читал здесь же год назад эта лекция есть у меня на официальном канале лекция большая там три лекции посвятил и она собрана в трехчасовой блок если кому интересно смотрите потому что я здесь это повторять не буду это уже наличество в сети каждый кому интересно может к этому обратиться для нас же важно для истории цвета то что вброс вот этот научный Ньютон резко пошел в народ и стал применяться на практике в том числе самой широкой практике и практике применения цветов в одежде практике печати цветной и практике понимания цвета собственно этой практикой мы пользуемся по сей день эта модель не принадлежит Ньютону но появляется под его влиянием а именно разделение цветов на первичные и дополняющие допустим там из желтого и синего можно получить зеленый впервые оказывается что синий это основной цвет а зеленый это дополнительный никто раньше никаких подобных разделений не проводил более того нам сейчас сложно представить но вплоть до конца 18 века художники не смешивали красок то есть для каждого цвета они использовали определенный краситель есть редчайшие исключения из этого но все мэтры которых вы знаете Леонардо Микеланджело Рафаэль даже Апуссер никто не смешивал цветов ибо смешение от тела есть два наверное самых известных художника которые тайком смешивали цвета очевидно нахнувшись на это интуитивно и возможно даже случайным методом но Беллини и Джорджоне смешивали цвета но про это узнали только их рестораны современные понимаете все остальные картины были написаны именно специальными красителями без смешения поэтому осмысление смешения цветов для получения других цветов это именно заслуга модели ньютоновской поэтому именно после ньютона спустя где-то лет 60 появляется цветная печать цветная гравюра которая в чем-то уже близка современной цветной печати очень условно но хоть каким-то образом она с ней может коррелировать вот цвета субстантивной модели собственно вы видите первичные цвета их теперь три это красный синий и желтый и дополнительные цвета те которые появляются из смешения двух цветов первичным таким образом изначальная модель красный белый и черный заменяется на красный синий и желтый и эти цвета начинают свое победоносное шествие в 18 веке повторяйтесь в наше время синий самый доминирующий цвет культуры используя вот это открытие гравюр Жак Крестов Ладлон изобретает как изготавливать цветную гравюру не раскрашивая каждый цвет отдельно вот как он пишется Ладлон Жак Крестов Ладлон примерно в 20-е и 30-е годы 18 века создает технику печати сначала посредством трех оттисков то есть трех досок синий желтый и красный цветов образом мы получаем уже не три цвета на ней а на самом деле шесть цветов потому что где-то эти цвета накладываются друг на друга и помимо этого им вводится в последующем еще четвертая доска доска с черной краской которые отчетливо прописывают контуры ну некое очень условно можно сопоставить с современными фотоаппаратами которые встроены в смартфоны современные где есть черно-белая камера и цветная и черно-белая накладываясь на цветную дает более четкое изображение здесь тоже у нас получается три цвета и сверху черный Леблону удалось добиться благословности Людовика XV и в общем-то эта модель пошла в ход до Леблона если можно найти качественные цветные гравюры там был колоссальный объем ручной работы то есть это не так скажем исключительно дело техники было а дело техники художника которая это все дорисовывала и до этого небольшое количество оттисков либо даже после того как уже гравюра была отпечатана раскрашена из гравюра такие кстати гравюры больше всего стоят на которых фактически есть ручная работа достаточно известная живописка восемнадцатый лет проходит под знаком становления и развития вот этой модели цветной печати и смешения цветов живописи но все естественно хорошее принимается достаточно долго все новое и даже в конце восемнадцатого века члены французской академии изящных искусств выступали с резкой критикой молодых художников которые смешивали краски то есть это считалось просто безбожным делом фактически ставило их на один уровень свойнодумца растения краски смешивали следующие вехали в истории цвета не такой конечно важный как рубеж шестнадцатого и семнадцатого века это все парадигма на этаж по большому счету если очень крупные блоги брать стал трактат Миягана Больганга Гёте к теории цвета ну для вас Гёте это прежде всего выдающийся драматург поэт литератор но на самом деле Гёте пробовал себя и в научном деле трактат и его трактат к теории цвета вышедший в начале девятнадцатого века на самом деле надел очень много шума поначалу он оказал колоссальное влияние на живописство к концу века его в пух и прах разнесли ученые когда трактат набрал настолько популярность что попал в поле зрения физиков оптиков на самом деле разнесли они его по большому счету не всегда имея под этим веские основания но на самом деле Гёте сам во многом виноват ибо часто превышал так скажем степень своей компетенции но те озарения которые есть в этом трактате они беспрецедентны для этой эпохи это самое ценное что было написано о цвете в начале девятнадцатого столетия что говорит Гютер он говорит о том что цвет зависит от человека воспринимающего его а не является фактом внешнего мира радикальный разрыв с концепцией индивидула для которого цвет это просто форма преломления света и не более так то есть приведу вам пример вот до открытий Дьютона никто не знал о спектре и не мог даже себе представить что черный белый вовсе не цвета равно так же что зеленый это дополнительный цвет а синий основной но художники создавали выдающиеся произведения искусства многие из которых считаются шедеврами по сей день и им не помешало якобы незнание цветов отразить мир во всей его полноте и создать полную иллюзию погружения в эту реальность вот в чем дело то есть по большому счету Гёте разделяет цвет на тот которым занимается оптика и цвет который воспринимает человеческий глаз не на уровне физиологии глаза а на уровне культурной модели то есть именно второй аспект восприятия и имеет какую-то роль для нас играет какую-то роль то есть эстетиком будет заниматься только этим аспектом остальное мы отдадим вот физике и оптике которую мы уже знаем что в общем-то ничего в этом надежного нет рангуя со времен античности навряд ли как-то сильно поменялось то есть как она появляется идеально описал еще Аристотель в общем-то с не такими уж значительными погрешностями но однако у Аристотеля там было 30 лет и вплоть до Ньютона никто радугу в том виде в котором мы ее видим сейчас ничем-то не разглядел занимаясь зачастую всю жизнь изучением именно этого феномена нравится в каком-то смысле Гетер оказывается ближе к истине чем тот же Гетер Метер просто дает еще одну модель увидеть мир устанавливает еще одну сетку координат но устанавливает ее как соответствующую реальность в то время как Гетер говорит что таких реальностей в кавычках может быть очень много и это зависит от человека воспринимающего цвет от культуры в которой воспитывался этот человек и в каких сочетаниях эти цвета представлены и так далее на самом деле очень объемный труд Гетер очень интересная работа я не смогу на ней более подробно останавливаться но самое важное что можно вынести из этого трактата то что цвет это фактор общественной жизни это цвет культурным феноменом является а не феноменом а оптическим и значит были правы ученые платоники античной Греции что если на предмет никто не смотрит он действительно не имеет цвета потому что цвет это наше культурное восприятие и последняя фигура на сегодня на этом мы и закончим это фигура Мишеля Эжена Шебрёля Мишель Шебрёль был директором гобеленной фабрики он руководил и достаточно долго исследовал природу цветовых контрастов она его интересовала естественно с практической точки зрения его работа посвященная цветовым контрастам сейчас приведу точный ее перевод о законе симультанного контраста цветов написанной в 1939 году оказала колоссальное влияние на живописцев на импрессионистов и на постимпрессионистов эту работу знали буквально все а те кто не знали ее саму знали работы посвященные развитию этой же самой темы в чем вклад шеврёля согласно шеврёлю существует только три основных цвета а дополнительные цвета это всего лишь оптическая иллюзия он предлагает следующую модель если два цвета наложить вместе максимально близко друг к другу то наш взгляд сам объединит эти два цвета в третий производный ну думаю теперь уже понятно почему он оказал колоссальное влияние на импрессионистов и постимпрессионистов именно этой техникой они и пользуются два мазка разной краски наложенные рядом создают иллюзию вибрирующего третьего цвета которого в общем-то мы даже не наносили это привело к еще большей так скажем к еще большему спаду популярности так называемых дополняющих цветов то есть зеленый оказался не просто дополняющим а вообще оптической иллюзией то есть тот цвет который когда-то спокойно конкурировал с синим более того даже был закреплен наряду с четырьмя цветами древнего мира в экономике католической мессы тут оказался вообще иллюзией его вовсе нет просто смешение синего и желтого к сожалению должен констатировать факт что сейчас мы никак не сможем увидеть всю прелесть вибрирующих цветов на полу от импрессионистов и пост импрессионистов дело в том что они пользовались очень некачественными красками и их краски настолько изменились в цветах что иногда это вообще другие цвета то есть например место белого может быть достаточно темный коричневый и так далее цвета то есть цвета мутировали радикальнейшим образом и восстановлению они не понравились поэтому то есть увидеть всю вот эту пеструю вибрирующую ткань именно живописи основанной на концепции шевриоля сейчас ну почти невозможно ну за редчайшим исключением другая важная идея шевриоля которая была для него как для габиринщика еще важнее это то что если первичный цвет изображается на цвете который является по отношению к нему дополняющим он проясняется контраст становится ярче и цвет как будто бы сияет если же цвет изображается на фоне цвета который не является по отношению к нему дополняющим то эти цвета друг друга зародушают оттуда всем известная модель зеленый с красным желтый с фиолетовым и синий с оранжевым цвета данные именно в такой схеме их контраст усиливается они становятся более яркими как будто бы светящиеся в общем-то изобретение имело весьма широкую популярность практического характера то есть можно было сделать контраст яркий и получить костюм или какую-то вещь более заметную более бросающуюся в глаза чем если мы допустим смешаем зеленый и синий и потом что зеленый и синий нельзя смешивать более раннего происхождения но в общем-то исходя из схемы шипиона он опять же получает якобы научное подтверждение таким образом мы к концу 19 века имеем уже много много моделей которые действуют и по сей день у меня вопрос по Жаку Лаканову что интересно прочитать Лаканова дело в том что он практически не писал ничего он владел устной речью все что есть его за исключением отдельных редких статей это семена которые он вел на протяжении всей своей жизни это 30 долгих лет на русский изданы не все семена Лаканова более того так как они охватывают 30 летний период то понятно что там есть значительная эволюция это не значит что человек все понял и 30 лет рассказывал он совместно с аудиторией на которую равнялся он продвигался в определенном направлении поэтому я бы советовал начинать Лакана не с первого тома а с 11 с 11 тома где даются как раз определения четырех важнейших фундаментов аналитического знания по Лакану это другая схема посложнее чем триада которую я сегодня давал но схема с которой обычно Лакан чаще всего сопрягается а вообще по Лакану есть отличный курс Лакан лекбез у Александра Смулянского в Петербурге читается уже лет восемь все лекции есть в сети почти сто лекций совершенно потрясающего уровня лекции Александр Смулянский лаканянская модель применительна к искусству читается мной в курсе который называется Булес Лекбез соответственно его основание это уже Пьер Булес деятель современной Лакану из музыкальной культуры Булес Лекбез тоже есть все в сети их два года два сезона третий в середине это в октябре с тактуды можно даже на очереди занятия прийти это без вкладки ладно ребята давайте до следующего раза в следующий раз мы поймем с юнга как раз с юнга с юнга с юнга посетить с юнга